Гражданским активистам отказывают в регистрации в качестве кандидатов в депутаты. Астана тем временем обещает конкурентные парламентские выборы. Предыдущие президентские были раскритикованы западными наблюдателями за отсутствие альтернатив. Правозащитники говорят, что пытки в отношении задержанных во время январских событий остаются безнаказанными. Здравствуйте, это Азатык, итоги недели. Активиста земельных митингов, жителя Атырау Макса Бокаева, не допустили к выборам в Можилис, назначенным на 19 марта. Его не зарегистрировали кандидатом в депутаты, сославшись на судимость. Бокаев был осужден после стихийного митинга против правительственной земельной реформы. Обвинение тогда он отверг. Аналогичный отказ получил алматинский активист Альнур Ильяшев. В 2020 году его приговорили к ограничению свободы из-за публикаций с критикой в адрес партии власти. Не стали регистрировать кандидатом и журналиста Думана Мухаммед Карима. Избирком в Алматинской области сослался на то, что у Мухаммед Карима в прошлом году в течение 8 месяцев не было постоянной прописки. Эксперты рассматривают такие отказы, как способ отрезать неугодных кандидатов от участия в выборах. 29 депутатов Можелиса должны быть избраны по одномандатным округам. 69 по партийным спискам. Партии проводят съезды и формируют списки. Семь политических организаций допущены к выборам. Среди них нет ни одной критикующей власть и по-настоящему оппозиционной партии. Несколько нелояльных властям групп не могут пройти регистрацию в качестве партий. Официальная Астана обещает очень конкурентные выборы. Прошедшие осенью выборы президента западные наблюдатели раскритиковали за отсутствие конкуренции и ограничения прав избирателей. Астана с этой оценкой не согласилась. Партия власти Аманат между тем громогласно заявляет о возвращении в государственную собственность богатств, которые, как утверждается, незаконно оказались в частных руках. Среди таких активов сотни тысяч гектаров земли, владельцем которых партия назвала Булата Назарбаева. Не просто назвала, но и сообщила, что младший брат бывшего президента стал собственником обширных территорий при сомнительных обстоятельствах. Примечательно, что партия, созданная Нурсултаном Назарбаевым и обслуживавшая его интересы, не видела никаких сомнительных обстоятельств в прежние годы. Она восхваляла Назарбаева и вносила свой вклад в построение культа личности. А сейчас заговорила о латифундистах среди родственников Назарбаева. Эксперты считают, что это своего рода предвыборный пиар партии, который основан на общественном недовольстве семьей и окружением экс-главы государства. Нам дают справедливость в виде информационного шума. То есть это манипуляция. Потому что серьезные компании по социальной справедливости, по пересмотру незаконных контрактов, по противоризации, выводу капиталов в Казахстане не проходят. То есть здесь нет для этого основы. Нет суда, парламента, ничего нет. Здесь будет только передел собственности. Правозащитные организации на этой неделе представили доклад «Мы уже даже не плачем». Документ подготовлен после анализа жалоб на пытки, которые были поданы задержанными во время и после январских событий. По официальным данным, 6 из 238 погибших в смутные дни января прошлого года были забиты до смерти в изоляторах и отделах полиции. Жалобы на пытки подали сотни человек, но львиная доля дел была закрыта. Следователи не увидели состава преступления или не усмогли установить пытавших. Это Айбек Сабитов. Он говорит, что его под дулами автоматов забрали из дома 7 января. Доставили в полицию Шимкента, где, по его словам, силовики жестоко обращались с задержанными после митингов. Вот я лично все это глазами видел, как оперативные сотрудники 3 дня били. Так били, что люди там до земель подкидывали. Исследователь Международного партнерства за права человека и соавтор доклада Рэйчел Гасовский говорит, что безнаказанные пытки – давно существующая в Казахстане проблема. Она призвала Астану перейти от слов к делу и предоставить пострадавшим от пыток в январе должную защиту и компенсацию. Задокументированные нами методы пыток включают жестокие избиения, прижигание раскаленным утюгом, использование электрического тока, надевание мешков на голову, обливание кипятком, либо ледяной водой на улице. Правозащитные группы не раз призывали Астану провести международное расследование январских событий. Власти Казахстана призывы отвергли. В Астане вынесли приговор журналисту Мохамбету Абжану. Суд назвал его виновным в вымогательстве и распространении заведомо ложной информации, тем самым согласившись с доводами антикоррупционной службы и прокуратуры. Суд приговорил журналиста к 9 годам тюрьмы. Абжан находится под стражей с июля. Следствие заявило, что его поймали с поличным при получении 50 миллионов тенге от предпринимателя. Якобы в обмен на отказ публиковать компрометирующие материалы. Абжан отверг обвинение. Абжан! 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 Сторонники журналиста не исключают, что уголовное преследование стало местью за публикацией. Незадолго до задержания Мохамбет Абжан разместил в своем телеграм-канале публикации о предполагаемых активах племянника президента Казахстана Касымжо Марта Тукаева, Каныша из Бастина. Речь, в частности, шла о фермах по майнингу криптовалюты. Прессозащитные организации выражают разочарование действиями официальной Астаны по защите свободы слова. С начала года на казахстанских журналистов было совершено несколько нападений. Вадиму Борейко, автору ютуб-канала «Гиперборей», неизвестные залили монтажной пеной входную дверь. Автомобиль журналистки Динары Егеубаевой подожгли. В сеть попали личные данные главреда Улус-Медиа Самал Ибраевой. Были совершены атаки на редакцию Ель-Медиа. Журналиста-расследователя Михаила Казачкова арестовали в декабре, вменив участие в преступной группе. Представители СМИ пишут об усилившемся давлении на журналистов и требуют от властей расследования инцидентов. Поддержку журналистам выразили посольства Канады, США, Евросоюза и Великобритании. В рейтинге свободы слова Казахстан занимает 122 место из 180. Такими были итоги этой недели. До встречи. Казахстан 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 Казахстан